Смотрите, что я сделал Я взял Улта Бейтс, модель Даша Пассатижами Вывернул у нее верхнюю петлю Нижнюю петлю, да, с усилием По сути, казалось бы, испортил приманку На заднюю петельку Я поставил большой овсетный крючок И, соответственно, отвестился Твистерочек Причем твистерочек я подрезал чуть-чуть Чтобы он минимизировал влияние на приманку Естественно, он, конечно же, немножко поменял игру приманки Тем не менее, она осталась такой вот, значит Вихляющей, глайдой такие стороны в сторону Для чего я это сделал? Сегодня щука вся стоит в траве Активно бьет, играет, гоняет малька Но традиционными приманками Попперы, значит, волкеры, джерки Большие, маленькие, неважно Любая приманка с открытым крючком Означает моментальный зацеп Единственный был выход Либо резина на овсетнике Да, либо Вот такое решение И можно посмотреть уже здесь Несколько щучьих зубов С этой стороны, с этой стороны Конечно, надо сразу заметить Что реализация поклевок достаточно низкая Из где-то трех поклевок поймал я только одну щуку Но это стоило того Как бы поклевки зрелищные Удар в руку Все шикарно Значит, за счет того, что форма тела достаточно узкая Да, цепляться приманке практически нечего Поэтому через траву она проходит очень хорошо Вот После поклевки я делаю мощную подсечку Задача просечь Просечь щучью пасть так, чтобы она попала на крючок Вот Но, естественно, к сожалению, щука очень часто бьет в голову Тут видно, например, в голове Конкретные клыки Удар в голову означает холостую подсечку Именно для этого я и сделал твистерный хвостик Чтобы зрительно увеличить приманку Сделать ее больше Чтобы она повысить вероятность того, что она ударит именно там Как-то в район крючка В район хвостика Вот такая вот прикольная Даша в незацепляемом исполнении Попробуйте Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!